МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовы ли городские власти встретить стихию во всеоружии и от кого зависит судьба дачных участков, которые также может подтопить? Об этом мы будем говорить сегодня в начале программы. Также будут и ответы на ваши вопросы. Антон Евгеньевич, мы ежедневно в новостях слышим о том, что из дворов вывозят тонны снега, готовятся усиленно к паводку. Сегодня новость последняя о том, что Новосибирск получит даже, цитирую, 23 миллиона рублей на срочную уборку и вывоз снега. А всего из резервного фонда области выделят 57 миллионов. На что планируется тратить деньги? Что вообще происходит? Расскажите. Иван, я совершенно согласен с вами, с нашими слушателями и зрителями, которые считают крайне актуальной эту тему, предстоящий паводок. Мы понимали, что ситуация нестандартная, ситуация непростая. Мы понимали уже этой зимой, после Нового года. Именно поэтому в начале февраля, я подчеркиваю, 2 февраля, я подписал тогда документ, план противопаводковых мероприятий. Казалось бы, зима еще в разгаре, а мы уже думали о противопаводках мероприятий. Ибо в том, что обилие снега, выпавшего этой зимой, в этот сезон, в конце прошлого года и в начале 2017 года, практически в 2 раза превышает норму, и поэтому опасность паводка, подтопления, она весьма вероятна. И поэтому мы четко осознаем, что каждый кубометр вывезенного снега, это уменьшение влаги, уменьшение воды, уменьшение вероятности подтопления. Поэтому работы велись и ведутся весьма интенсивно. Хочу напомнить, что вот эти 23 миллиона, которые придут из области к нам на поддержку, это не первый раз мы распечатываем резервный фонд. Во-первых, я распечатал наш резервный фонд, городской, мы об этом говорили. Также и область тоже уже помогала нам и в конце прошлого года, направляла 40 миллионов плюс наши 10 миллионов. В этом году уже вот эта вот помощь идет. Эти деньги крайне необходимы. Темпы вывоза снега сейчас ограничиваются как раз недостатком финансовых ресурсов. Слишком много снега, а работы ведутся очень интенсивно. Мы вывезли, вот по последним данным, 2 миллиона 800 тысяч кубометров. Это касается только наших муниципальных учреждений ДЭО. Там еще и МКУ работали, привлеченные организации. Больше трех миллионов. Более трех миллионов, это превышает два раза прошлогоднюю интенсивность работы. Поэтому проблема очень-очень серьезная. Куда пойдут эти 23 миллиона? Ну, прежде всего, мы видим, что температура в ближайшие дни резко повысится в городе Новосибирске и будет положительной. А это значит, начнется интенсивное таяние, оно уже идет. Но пока вот погода нам помогала, потому что немножко подтаяла днем и ночью вымораживала. Вот такой режим таяния, он благоприятный, он не создает паводковые опасности. Влага постепенно уходит, количество снега уменьшается, количество воды, запаса в сугробах уменьшается. Но будет положительная температура, а значит, интенсивное таяние. Поэтому для нас сейчас важно сосредоточиться на узловых моментах. Выделено около 300, более 300 мест, опасных для подтопления в городе Новосибирске. Я имею в виду не только со стороны малых рек, это отдельный разговор и со стороны АБИ. А речь идет о низменных местах в городе Новосибирске, где надо обязательно вывести снег. И сейчас вот все усилия будут направлены именно сюда. Мы эти средства даем возможность поработать интенсивно городским администрациям, районным администрациям. Они сегодня включаются в эту работу, используют вот эти ресурсы, вот эту поддержку, привлекают организации и вывозят снег из этих мест, о которых я сказал. Безусловно, очень важно сегодня состояние ливневой канализации. У нас есть проблемы здесь. Интенсивно сейчас ведутся работы по расчистке на улице Новосибирской. И мы планируем до конца марта эту работу закончить. Это очень важное направление. В прошлом году, я напоминаю, улица Станционная проделали очень большую работу. К октябре месяцу мы очистили полностью ливневую канализацию. Это просто стратегическое тоже направление. То есть сейчас вот эти ресурсы, они на подготовку к паводку и на то, чтобы сопровождать паводок, чтобы разбирать вот эти возможные завалы на малых реках. А сейчас все оголовки наших коллекторов, они очищены, готовы, но паводок принесет с собой и деревья, и мусор, и вот эти баллоны пластиковые. Поэтому это все надо будет вовремя убирать. Это все требует ресурсов. Вот сюда пойдут эти деньги. Таким образом, мы первую волну паводка, мы подготовились достаточно хорошо, я считаю, на сегодняшний день. И с учетом тех мероприятий, которые мы еще реализуем, мы четко эту волну минимизируем. И опасности особо она не представляет для наших граждан. Ну, кроме того, я напомню, что мы более 4 тысяч крыш сегодня очистили. К сожалению, продолжает падать, тем не менее, сосульки, продолжает падать наледь. И в основном она падает не с поверхности крыш, она падает с балконов и лодж. Поэтому обращаюсь к нашим радиослушателям. Посмотрите на свои балконы. По всем правилам, вот сейчас ответственность за падение, если кто-то пострадает, автомобиль, не дай бог, человек пострадает, несете вы, владельцы этих козырьков, владельцы квартиры, козырьков, которым принадлежат эти балконы. Поэтому я прошу вас, давайте вместе поработаем над этой проблемой и почистим там, где это возможно. Обратимся за помощью к управляющим организациям, чтобы такая работа была проведена. Что касается большой второй волны, это та, которая придет по АБИ, окончательный ответ, насколько она будет велика, мы ждем 27 марта. Почему? Инспекция уже уехала, да? Вылетела. Вылетела, да. Гидрологи наши вылетели туда, в горы, там они ведут анализ, сколько снега запасено, как интенсивно он будет таять. Вот этот прогноз окончательно даст нам понятие о количестве воды, которая придет во вторую волну, а это вторая половина мая, начало июня. Ложи готовятся, водохранилища, сейчас интенсивно ведется сброс воды, но я подчеркиваю, здесь ответственность уже за государственными структурами, потому что верхнебассейновое управление, АБИ, да, управляет этим сбросом. Мы, нас обещают предупредить вовремя, для нас очень важно оповестить граждан вовремя, чтобы никто не пострадал, чтобы вовремя как-то вот себя обезопасить. А так мешки с песком, техника, люди, средства оповещения. Мы провели тренировку на прошлой неделе вместе с областными силами, структурами, как вот это все будет. В дачных участках, которые обычно подвергаются подтоплению, это Первомайский район, Советский район, установлены сегодня специально звуковые средства, да, это такая новость в работе, они включатся, и надо понимать нашим дачникам, если сирена будет звучать, значит тревога, надо принимать все меры для того, чтобы обезопасить себя, своих близких. В продолжение темы тогда, Анатолий Евгеньевич, как новосибирские дороги пережили зиму? Мы все видим, что, да, ну, есть проблемы, да, где будет проведен в первую очередь текущий ремонт? Ну, объективности ради надо сказать, что сегодня мы выходим из зимы, наше дорожное покрытие в лучшем состоянии, чем в прошлом году. Ну, во-первых, в прошлом году ушел интенсивный ремонт, хотя суммы были относительно небольшие, затрачено на это чуть больше 600 миллионов, тем не менее, около миллиона квадратных километров в прошлом году мы отремонтировали наших дорог. Я с удовлетворением вижу, вот там, где мы отремонтировали, там состояние дорог вполне отвечает требованиям. У квадратных метров, наверное, да, все-таки? У квадратных метров, я прошу прощения километров, оговорился, конечно. Настолько не хватит. Пока, да. Пока не хватает столько денег. Вполне удовлетворительном состоянии. Тем не менее, есть участки, которые вызывают тревогу. И сейчас мы приступаем уже к так называемому текущему, ну, или говорят, ямочному ремонту холодными вот инертными материалами, в холодном варианте. Но мы приобрели специальную установку, которая нам позволяет в холодную погоду вести с помощью инфракрасного излучения качественный вот такой ямочный ремонт проводить. Прогревать когда? Горячим образом, да. Прогревать и асфальт, и ту смесь, которую мы кладем, и таким образом вопрос сцепления, вот этой адгезии, он увеличивается, и качество, конечно, такого ремонта резко возрастает. Эта установка, по нашим планам, заработает уже в конце этой недели, но к началу мне твердое обещание со стороны департамента, мы начнем ее применять на дорогу. Она уже себя показала. Зимой мы ее использовали. Я помню, эксперимент был, да. Не просто эксперимент, она уже работала. Правда, это была установка, которая принадлежала частнику, мы платили за это деньги, а сейчас мы купили для себя свою, и ДО-1 будет ей распоряжаться. И мы планируем, ну, прежде всего, в магистрали привезти, вот там, где ямы образовались, привезти их в норматив. Ясно. Еще один небольшой вопрос, прежде чем прервемся на паузу. Анатолий Евгеньевич, вот один из слушателей постоянных наших, Юрий Рыженков, в официальной группе ВКонтакте, делится своими соображениями, значит, помимо прочего, по работе метрополитена и призывает протестировать удобство подземки, например, удобство каждого входа или выхода. Как Вы вообще оцениваете работу руководства метрополитена? Вы знаете, если говорить о метрополитене, о нашем в целом, то он сделан очень умными людьми, спроектирован. Те руководители, те рабочие инженеры, которые осуществили этот проект, заслуживают всяческих похвал. Мы должны помнить их имена и быть благодарными, потому что метрополитен наш работает очень устойчиво именно благодаря тому, как он спроектирован. Он спроектирован слева на правый берег, он не потерял свои эти линии, две линии, вторая линия от вокзала туда, в Дзержинский район, они не потеряли свои актуальности во время вот этих кризисных моментов, этих перестроек, которые у нас в стране произошли. И он в метрополитене вполне устойчиво работает и приносит, он работает с прибылью и перевозит 80 миллионов пассажиров в год. Ну, это серьезно. Много, огромная цифра, конечно. Большие очень цифры. И это отличные показатели. Я, допустим, в сравнении с Нижним Новгородом, с Самарой, там вообще датируемый метрополитен. Он датируемый практически везде, потому что он был рассчитан на перевоз из спальных районов в рабочие районы пассажиров. А как только произошел кризис, предприятия остановились, пассажиры потоки резко упали, и у нас такого не произошло. То есть очень грамотно запроектированы линии. Что касается руководства метрополитена, я должен откровенно сказать, и мы договорились с вами когда-то, что один из основных принципов работы нашей мэрии – это открытость. Вчера я принял решение об освобождении от своих обязанностей руководителя метрополитена, МОП «Метрополитен» Андрея Евгеньевича Ксенцова. Ну, наверное, надо объяснить, почему я это сделал. Прежде всего, основная моя претензия как работодателя – это нарушение лично руководителям финансовой дисциплины. На мой взгляд, нельзя обращаться вольно с собственной зарплатой и произвольно ее себе увеличивать. А вот эти надбавки, которые не оговорены были с руководством, прежде всего, со мной, как руководителем муниципалитета, до 100 тысяч в месяц можете представить себе. Я открыто об этом говорю, не считаю необходимым это таить. Прежде всего, чистоплотность, принципиальность – это основное требование. Поэтому у нас состоялся разговор непростой, и я принял решение освободить от своих обязанностей. Работаем дальше. Я думаю, что метрополитен – это такая устойчивая очень структура. Там работают замечательные люди и рабочий, и обслуживающий персонал, которые честно исполняют свои обязанности. Если есть какие-то предложения, замечания к работе метрополитена, входов, выходов, мы готовы обсуждать, мы открыты к диалогу. Я думаю, что учтем и примем какие-то решения для удобства, прежде всего, пассажиров, новосибирцев. Потому что основная задача метрополитенов – это перевозить новосибирцев, наших пассажиров. Анатолий Евгеньевич, наверное, пока еще рано говорить, кто будет исполнять обязанности или новую кандидатуру. Да, пока все кадровые решения, которые дальше состоятся, основное я сказал, сообщил вам о дальнейших своих кадровых назначениях, я проинформирую. Хорошо. Продолжается программа «Мэр отвечает на городской волне». Мы уже плавно перешли к вопросам наших радиослушателей. Здравствуйте, представьтесь, какой вопрос будет к Анатолию Евгеньевичу. Это вы со мной, да, вы говорите? Да, мы с вами говорим. Наталья Ивановна, уважаемый Анатолий Евгеньевич, вот такой вопрос не только у меня, я думаю, что у многих, так сказать, людей, в основном пожилых, которые являются, ну вот в частности, я ветеран труда и мы ветераны труда. Если будет повышение тарифов, ну, в среднем 15, а ветеранам труда не выше 4%, почему сначала мы должны заплатить все 15% и только на следующий месяц нам будет возврат? Вот чем объясняется вот эта именно ситуация, и пожилые люди не все это понимают, и потом это сразу будет большая оплата, именно заплатить, а потом ждать возврат? Вот в чем все это вот это? Спасибо, спасибо вам за вопрос. Ну, я напоминаю, здесь открытия никакого нет, до сих пор так работала вся система льгот у нас, связанных с ЖКХ, то есть сначала оплачивается, а потом компенсируется. Сделано это для того, чтобы, ну, прямо скажем, недобросовестные люди не воспользовались этой льготой, потому что, ну, поголовно вот так вот взять и раскрыть, и есть опасность. Бывают случаи, не все, конечно, но бывают случаи, когда недобросовестные вот стремятся воспользоваться этой льготой, и чтобы уйти вот от этого, сделано именно так. Но, тем не менее, деньги возвращаются, я думаю, что вы подтвердите, что вам их возвращают всегда. Что касается величины вот этой надбавки, ну, сегодня принято решение о создании все-таки комиссии, еще раз посмотреть на этот вопрос, внимательно его разобрать, какие будут окончательные решения. Напоминаю, решение окончательно принимает губернатор Новосибирской области, ну, посмотрим. Но, во всяком случае, вот есть такая комиссия, намерение, я знаю, что есть ее создать, и более того, она уже фактически работает. То есть переговоры по этому вопросу ведутся. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, и ваш вопрос мэру. Добрый вечер, Александр Александрович. Слушаю. Александр Евгеньевич, у меня такой вопрос по поводу подтопления дачи. Сорок лет не топила наша дача, отдых два. В позапрошлом году начало топить. Кто за это ответил? Мы пытаемся, что у нас много снегу. В те годы еще больше было, не топило. А как быть? Александр Александрович, ну, по второй волне подтопления, о чем вы говорите, я разграниченный полномочия существенно. Я понимаю, что ваши вопросы и раздражение, оно справедливы претензией. Вы предъявляете ее мне, как руководителю муниципалитета, человеку, который не регулирует, к сожалению, сброса воды и не регулирует водными запасами обского бассейна, нашего обского моря. Это вот единственный кран, регулятор наш. И насколько эффективно им удается работать, вот от этого зависит, есть подтопление или нет. Мне же и моим подчиненным, муниципалитету, достается уже последствия этого подтопления. Во-первых, ну, принять меры, чтобы никто не попал, не дай бог, конечно, чтобы там никто не остался. Проводить спасательные работы и восстановительные работы. Вот с этим мы имеем дело. И каждый год достаточно напряженно и солидную кругленькую сумму мы достаем из бюджета, чтобы восстанавливать дорожную инфраструктуру, помогать восстанавливать столбы по электроосвещению. И даже насосы, которые тоже затопило, вот серьезно. В беде никого не бросают. Мы никого в беде не бросаем, оказываем здесь помощь. Поэтому задача наша – минимизировать последствия этого подтопления. Очень много вопросов пришло по теме строительства восточного обхода, Анатолий Евгеньевич. Вот зачитаю один из них. 9 марта на личной странице соцсети ВКонтакте мэр озвучил позицию относительно строительства восточного обхода, что данный дорожный объект, далее цитирую, должен быть построен так, как он был запланирован заранее. Конец цитаты. Назвав решение, не достроив объезд, пустить весь поток транспорта через Академ, Матвеевку и Нижнюю Лицовку суррогатными. Вы, как глава города, как собираетесь блокировать эти суррогатные решения? Или ваша позиция останется обозначена лишь на словах? Вот спрашиваю. Ну, первое я хочу еще раз подтвердить свое мнение. Я полагаю, что восточный обход, потому и обход, он и задумывался как обход, чтобы не въезжать в город Новосибирск, а объехать с востока город Новосибирск. Этот проект надо, конечно, реализовать. И сделан он для того, задуман для того, чтобы уменьшить, не увеличить, а уменьшить нагрузку на дорожную инфраструктуру города Новосибирска. Если же мы по дороге вдруг, ну, по какой-то причине, нехватка денег, корректировка проекта, вдруг принимаем решение, чтобы по дороге сократить и сделать въезд в восточный, еще один город Новосибирск, мы должны вообще представлять, что мы увеличиваем вот эту нагрузку, мы увеличиваем поток машин на улице Большевистка и дальше Бердское шоссе. Готова эта дорога для того, чтобы принять дополнительную нагрузку? На мой взгляд, нет. Практика показывает, что сегодня у нас там серьезные очень проблемы, и поэтому принимать еще дополнительные, это создаст очень большие трудности. Поэтому вчера у меня состоялся разговор с губернатором Новосибирской области, Владимиром Филипповичем Городецким, к которому я вот эти аргументы привел. Я не скажу, что решение состоялось. Наверное, это было бы неправильно, предварять вот эти решения. Решения еще предстоит принять какие-то, но в принципе, мне кажется, мы поняли друг друга. И я, на мой взгляд, был услышан, и Владимир Филиппович, в конечном итоге, согласился с моими аргументами. Каковы будут решения, покажет будущее. Подчеркиваю, это федеральная трасса, это федеральные деньги, это государственная здесь структура принимает решения, а именно правительство Новосибирской области. Ясно. Еще один звонок сейчас успеем принять. Здравствуйте, говорите ваш вопрос мэру. Представьтесь для начала. Слушаем вас. Сергей Васильевич, добрый день, Анатолий Евгеньевич. Я живу в юго-западном жилищном микрорайоне. Так, говорите. И вот бульвар Победы, он постепенно, ну, неухожен, становится неухоженным. Это, получается, площадка для выгола собак и стоянки автомобилей. Уже вот выйдите на остановки Волховский рынок и пройдите по бульвару Победы. И вся картина пристанет перед вами. Представляете, площадка для выгола собак. И со всеми вытекающими последствиями. Так, у вас какой вопрос, то есть, что происходит и почему, да, с этим бульваром Победы? Конечно, надо какую-то хоть... Ну, надо, чтобы он оправдывал свое название. Был бульвар Победы. Ну, про бульвар Победы я слышу не первый раз. Речь идет и о зимнем, и о летнем содержании. Надо наводить, конечно, порядок. Он требует благоустройства. До конца он не окончен, не оформлен. Мы планируем это сделать. То, что эти работы ведутся не так быстро, как хотелось бы, ну, объясняется только вот так ограниченными возможностями нашего бюджета. Если бы можно было за один раз вот все решить, то мы бы, конечно, сразу это сделали. На самом деле, бульвар Победы, как зеленая зона, он вошел в перечень вот наших зеленых зон, а мы провели... Это один из приоритетов. Да, это один из приоритетов развития города Новосибирска, зеленые зоны. И мы провели паспортизацию всех зеленых зон. Бульвар Победы там попал в этот перечень. Сейчас мы решаем вопрос, как мы будем вести, из чего будем финансировать, где будем брать деньги, какая очередность будет. На этот год в первоочередные задачи для развития наших зеленых зон мы намечаем два объекта. Это, прежде всего, набережная реки Аби вдоль Аби по правому берегу от парка городского начала до Октябрьского коммунального моста. И дисперсный парк в Кировском районе. Это и Бугринская роща, это и зеленая зона вдоль улицы Петухова. Далее мы сейчас обсуждаем планы и приоритеты на дальнейшие работы. И с большой вероятностью там будет и Бульвар Победы. Продолжается программа «Мэр отвечает на городской волне». У нас еще есть целых 25 минут на общение с вами, на ответы мэра на ваши вопросы. Но для начала вопрос, который пришел к нам на автоответчик. Вопрос очень интересный, я думаю, даже более того, актуальный сейчас послушаем. Добрый день. Я большой поклонник театра на Левом берегу. Скажите, пожалуйста, когда откроется театр и местоположение его? Спасибо за вопрос. Действительно, очень интересный театр. Один из двух театров наших муниципальных, город Новосибирск. Это театр Афанасьева и театр на Левом берегу. Замечательный, самобытный, очень необычный, со своими традициями. К сожалению, в последнее время театр потерял свою площадку. Но с момента, когда пришел в негодность здание бывшего Дома культуры Клар Циткин. И театр скитался и на чужих площадках спектакли проводил. Мы искали решение и в конечном итоге нашли это решение. И уже более полугода идет ремонт в Доме радио для того, чтобы там в большом комфортном зале создать условия для работы театра, чтобы он обрел наконец крышу, свое место. И это состоится 27 числа. Фактически, ну, состоится такое вот открытие этого театра. Уже прям настоящие открытия. Да, нет, но настоящее открытие и спектакли, они пойдут с апреля месяца. И он будет работать как театр. Там есть касса, можно прийти и на входе купить билет. И воспользоваться афишей для того, чтобы сориентироваться в репертуаре. И я рад, что вот такое серьезное очень решение было принято и оно осуществилось. 27 числа пройдет такой капустник все-таки. Любят артисты делать подобное нестандартное. Ну, конечно, собираются в своем кругу. Каждый коллектив, он хочет что-то вот все-таки в своем кругу как-то отпраздновать, отметить это. Ну, а для наших радиослушателей, для любителей этого театра, я хочу назвать телефоны, куда можно обращаться для того, чтобы приобрести билеты, поинтересоваться репертуаром. Ну, во-первых, сотовый телефон 8 913 015 92 44. Это касса театра и можно там получить исчерпывающий ответ. Что касается телефона, где можно позвонить и узнать о репертуаре, получить справку какую-то, это 344 52 2 0. Звоните, обращайтесь, вам подскажут спектакль. Вы для себя можете выбрать, сориентироваться, прийти и прийти на спектакль своего. Ну, во-первых, это новость не только для Левого берега, для Ленинского района. Это новость хорошая для всего города Новосибирска. Такое событийное. Такого хорошего уровня. Поздравляю новосибирцев. Да, в культурной нашей жизни. Улица Вертковского, дом 10, здание Дом Радио. Там будет работать наш театр на Левом берегу. Сходим и поделимся потом впечатлениями. У нас есть звонок. Здравствуйте, Виктор Павлович меня зовут. У меня вопрос такой. Вот правая бережья для детей и внуков развитие очень большое. А в левом береге, вот в центре, на площади Карла Марса, стоит недостроенное здание уже сколько лет. А он нас как раз предназначен для этого. Может, его достроят, и около него такой бардак. Кто-то пользуется. Машины какие-то стоят там, забором огорожены. Кто-то имеет этого. И еще вопрос. До того, еще пять выборов назад, мэр говорил, мы фестиваль построим, подопрем гостиницу. И потом решим с ней. Тоже стоит долгострой. Вот эти два вопроса. Два здания. Спасибо. Вопрос на самом деле один, на который я неоднократно отвечал нашим радиослушателям. Я считаю, что это один вопрос. Вы меня уж извините, Виктор Павлович, но я коренной уроженец Ленинского района. Улица Ватутиная. Я вырос там. И я помню, как начиналось строительство второго недостроя, о котором вы говорите, о гостинице. Я был совсем еще мальчишкой. То есть, там скоро юбилей полувековой, наверное, будет. Начало этого строительства. Комплексно надо подходить к этой проблеме. Что нам делать с площадью Маркса? К сожалению, сегодня это частная собственность. Эти недострои. И надо сказать, что частные собственники не торопятся решать окончательно вопросы. Не по поводу ДК. Наверное, вы имели в виду Дом культуры. Здание Дома культуры. Бывшее здание Дома культуры. Сепсельмаш. Так оно задумывалось. За памятником Покрышкина. Сегодня собственник московский, кстати, так и не принял решение, что же делать дальше, как развивать. А вот это постепенно обрастает этими ларьками. И, конечно, это недопустимо совершенно. И мы должны принять комплексное решение, как развивать нам площадь Маркса. Как ее благоустроить, облагородить. Мы уже начали, приступили к этой работе. И если вы обратили внимание, то мы снесли забор. Мы вернули в нашу собственность. Мы вернули в свое оперативное управление участок земли за остановкой метро, как раз перед гостиницей недостроенной. И там снесен этот высокий забор. И не намерены отдавать его под строительство. Более того, мы думаем о зеленой зоне. Все-таки разбить там зеленую зону. Как это сделать, это надо посоветоваться со специалистами. Специалисты сегодня решают эту задачу. Что делать с другими зданиями? Как комплексно подойти к решению этой проблемы? Ну, непростая эта задача и для архитекторов, и для нас, хозяйственников. А над этим мы сегодня думаем. Если есть какие-то предложения с вашей стороны, с удовольствием послушаем и, может быть, воспользуемся. Слушаем вас. Здравствуйте. Представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Уважаемый Анатолий Евгеньевич, как-то по радио слышала вот такое сообщение. Между Большевицкой улицей и Железной дорогой, это в Октябрьском районе, я думаю, что это где-то улица Инская, что-то предполагалось делать. Я вообще вносила предложение, что эта улица, наверное, не для того, чтобы высотные дома строить. Рядом метро с одной стороны, с другой Новосибирск-Южный. Эта зона отдыха была бы замечательная. Весь пригород бы ездил сюда. На метро можно было бы даже с родняков сюда ездить. Вот что предполагается именно в Октябрьском районе, вот на этой территории сделать? Ну, я вопрос ваш слышу второй раз, вы все-таки уточните, о каком участке вы говорите? Улица Большевицкая большая. Нет, а понимаете, так вопрос стоял, что Большевицкая улица, между Большевицкой улицей и Железной дорогой. А где там еще? Я не понимаю. Там разные совершенно зоны, там промышленные площадки. Нет, но я имела в виду... Там, которые, в общем-то, сегодня сносить никто не собирается. А там вы совершенно верно говорите, Новосибирск-Южный, который тоже никто... Метро-речной вокзал и Новосибирск-Южный, вот этот кусок. Там промышленные площадки, там никто никакого строительства не собирается вести. Я не знаю, откуда у вас эта информация, она очень неопределенная. И более конкретно ответить на ваш вопрос тяжело. Потому что, ну, надо конкретизировать все-таки конкретный адрес. Но между Большевицкой и Железной дорогой, я подчеркиваю, вести какое-то строительство, гражданское, высотное, ну, во всяком случае, никто не планирует. Давайте тогда послушаем сейчас один из вопросов, которые у нас есть на автоответчике. Здравствуйте, радио «Городская волна». Здравствуйте, уважаемый Анатолий Евгеньевич. В это воскресенье вы выступали в Первомайском сквере на митинге, посвященному трехлетию вхождения Крыма и города Севастополя в состав субъектов Российской Федерации. Вы сказали, что это имеет огромное значение для России и особенно для Новосибирска, так как Севастополь является городом-побратимом нашего Новосибирска. Скажите, пожалуйста, в чем это выражается? Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, я действительно искренне считаю, я убежденный сторонник присоединения Крыма к России. Более того, в те тяжелые дни, когда вот все это происходило, я находился в Крыму с группой депутатов. На моих глазах это все происходило. Ну, если честно уж совсем говорить, я участник событий. Да, тех событий. И я встречался и с людьми, я встречался с севастопольцами, с крымчанами. Я хотел понять настроение на улицах просто с людьми незнакомыми. Мы останавливали меня, я останавливал, кто-то задавал вопросы. И они все с удовольствием, когда узнавали, что из России, из Новосибирска, с большим очень энтузиазмом. Тогда у всех звучало, о чем бы мы ни говорили, мы о разных вещах говорили, делились, прежде всего, тревогой, кто-то что-то слышал. Вот украинские войска могут перейти в наступление, вот СБУ может перейти к репрессивным действиям, боялись за безопасность. И о чем бы мы ни говорили, какие-то планы на будущее строили, всегда было одно пожелание в конце. Вы нас не бросайте. Вот это общее было настроение, и поэтому возвращение Крыма, он имеет стратегическое, поверьте, значение и для обороны России, и для экономики, для развития, и для курортного бизнеса, для отдыха. Он колоссальное значение Крым имеет. Он всегда был русским на самом деле. Поэтому его возвращение, оно и с исторической точки зрения, и с геополитической, это все правильно и неизбежно, я бы так сказал. Это неизбежно бы когда-то произошло. Речь шла только о сроках, о форме, как, ну, случилось так, как случилось. Он возвращен. Какое значение для города Новосибирска? Ну, прежде всего, я напомню, что это было одним из пунктов моей предвыборной программы. Я когда выступал, говорил о том, что если изберете меня, уважаемые новосибирцы, доверите мне, то я обещаю вам, что мы подпишем по-братимски отношения документы Севастополя. И вот одним из первых шагов моих как раз было вот это подписание этого соглашения. Тогда губернатором Севастополя был Сергей Иванович Миняева. Он со своей стороны подписал этот документ. Нынешний полномочный представитель президента у нас в нашем сибирском округе. А я, как мэр города Новосибирска, подписал, надо сказать, что обмен между нами прежде всего начался с детей. У нас большое количество детей в тот же год, в 2014 году, выехало на отдых в Крым, в Артек, и регулярно выезжают отдыхать, и прежде всего воспользовались дети. Во-вторых, у нас идет обмен детьми, ну, во всяком случае, и спортсменами, и детьми. И вот наш пост номер один, ребята, которые стоят на посту номер один, в прошлом году участвовали в конкурсе, который проводился там, в Севастополе, и заняли первое место. По России. По России, да, по России, это такое вот, такое очень важное событие, во-первых, для них запоминающееся, во-вторых, для нас это имеет значение. Гордость. То есть наш пост номер один, на нашей территории, где не шла война, но мы ценим наших воинов, сибиряков. Вот у Вечного Огня мы всегда приходим 9 мая отмечать этот великий праздник, для всех, для нас дорогой. А наши ребята, вот, не заняли первое место. У нас обмен спортсменами, соревнования у нас проводим по самбо, вот началось все это. Севастопольцы приехали к нам, мы у них выиграли самбо, тот турнир, потом наша команда поехала к ним в Севастополь и проиграла. Севастополь выиграла. Такой вот обмен. У нас есть планы и развивать экономику. Сегодня с большим интересом наши бизнесмены, наши предприятия смотрят на то, чтобы посотрудничать с крымчанами, с Севастополем. Они с интересом смотрят на наши возможности. В всяком случае, я знаю, что их интересует, вот, как у нас опыт модернизации наших трамваев. Затем они знают наш опыт электробусов, вот, наших троллейбусов с автономным ходом. Для них это очень актуальная задача. У них климат более теплый и протяженность вот этих трасс большой. И поэтому применение вот нашего опыта для них тоже очень актуально. Одним словом, у нас большие очень такие перспективы. Вот в этом выражается. Не только вот в таких вот политических демонстрациях, которые были в день, да, в это воскресенье, когда мы праздновали трехлетие вхождения Крыма и Севастополя в состав России, но и в экономике, в социальном аспекте, в развитии туризма. У нас уже есть звонок. Здравствуйте, представьтесь ей ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Николаевна. А можно задать вопрос по полуобладу селота ветхого аварийного жилья? Давайте, по ветхому и аварийному жилью. Слушаем вас. Вы знаете, наш дом был признан аварийным. Ну, в воздухе 84,5%. Но, к сожалению, он до сих пор не внестен в программу ветхого и аварийного жилья. То есть, до 2012 года, кто, насколько мне известно, был внесен в эту программу, они будут распилены в ближайшее время. Да, да, да. А наш дом неизвестно, когда будет распилен. Кстати, мой отец воевал в войну, является участником войны, но он не дожил. Он умер уже давно, уже в возрасте 65 лет. Вот. Ну, я вынуждена жить в береганном доме на мансарде. И неизвестно, когда его снесут. И вопрос, я слышала, что Анатолий нигде не в ближайшее время ездил в Москву по поводу вот этого распиления жилья. То есть, чтобы Москва динамировала, помогла как-то вот с этим вопросом нам. Спасибо, да, поняли. Вы адрес только не назвали. Второй перелок Римского-Курсакова, дом 8. Римского-Курсакова. Я так и думал. Понятно, я почему-то так и подумал. Римского-Курсакова. Ну, действительно, закон, федеральный закон, по которому сегодня ведется финансирование расселения ветхого аварийного жилья, он говорит о том, что расселяются по этому закону те дома, которые признаны ветхими аварийными до 2012 года. И действие, то есть финансирование, действие этого закона, 185-го, и по нему финансирование этого расселения заканчивается в июне 2017 года. То есть в этом году прекращается федеральное финансирование. И дальше это ложится на нас, на муниципалитет города Новосибирска. Мы остаемся один на один, но только при поддержке области. Но вот при поддержке области, что мы смогли сделать, запланировать на этот год? Мы запланировали 180 миллионов рублей для того, чтобы продолжать расселение ветхого аварийного жилья. Что такое 180 миллионов? Много-мало. Расселение одного такого барака, о котором вы говорите, который есть и на Римского-Курсакова, который есть в Октябрьском районе, из Дзержинка, у нас хватает еще таких мест, стоит 30 миллионов. 180 на 30, ну, 6 домов, 5-6 домов в год. А признанно ветхие аварийные после 2012 уже года более 140. Вот скорость, мы 30 лет, вот даже, вот то, что уже признано, будем заниматься этой проблемой, если останемся один на один с этой проблемой. Об этом я говорил, когда выступал в Государственной Думе, проходило заседание в рамках Ассоциации российских городов, палата руководителей вот этих областных центров собиралась, там были мэры разных городов и Волгограда. Наверняка у всех общая проблема. У всех общая, все дружно поддержали мое выступление. Более того, вот это предложение, оно вошло в окончательную резолюцию, в окончательный документ с тем, чтобы и направлено в правительство Российской Федерации, чтобы продолжить действие закона, по крайней мере, до 2022 года, то есть еще на 5 лет. Потому что в одиночку, даже при поддержке субъекта, решить кардинально проблему расселения ветхого аварийного жилья не удастся. Ну, насколько я понимаю, центр сегодня озабочен, правительство Новосибирской, не только Новосибирской области, а Российская Федерация озабочена этой проблемой. И, ну, все-таки мы надеемся, все, все это мэры, все, кто ждет этого расселения, надеемся на положительное решение. При поддержке федерального центра, конечно же, программа решения этой проблемы пойдет значительно динамичнее и быстрее. Так, хорошо, тогда мы отвечаем пока на те вопросы, которые приходили до эфира. В группе ВКонтакте у нас спрашивает Тимур Колосов. Вопрос по обособлению трамвайных путей. В Москве на улице Свободы, значит, установили плиты высотой 20 сантиметров, чтобы обособить трамвайное движение. Представители Мосгортранса назвали эксперимент удачным. Больше пробок нет, и так называемые объездуны перестали создавать аварийные ситуации. Может быть, и у нас обособить Серебряниковскую, Мичурина, Сипиряков-Гвардейцев, Мира. Анатолий Евгеньевич. Уже есть такое выражение, да? Но прежде чем заниматься модернизацией вот этого пространства, я думаю, что первая задача, которая перед нами стоит, это обновление рельсового пути. Для этого требуется серьезное очень средство. Но этим надо заниматься, потому что мы сейчас реализуем программу совместного предприятия Белоруссии, Белкоммаш и нашего ГЭТа, Горэлектротранспорта. Первый трамвай будет модернизированный уже в мае. В конце апреля, в начале мая выйдет, войдет в эксплуатацию. Я уже проверял, так сказать, с инспекторской проверкой был. Я надеюсь, что дело пойдет дальше интенсивно. Но надо понимать, если мы делаем новые трамваи, фактически новые трамваи, модернизированные, то когда мы ставим их на старые изношенные рельсы, то как бы мы их не защищали, они будут выведены из строя буквально в течение нескольких месяцев. Потому что рельсовые пути, конечно, у нас ниже всякой критики. И здесь надо найти, изыскать средства перед нами. Это очень непростая задача с тем, чтобы параллельно с модернизацией трамваев заниматься модернизацией рельсового пути. Я откровенно вам говорю, вот это наши приоритеты. Если мы этого не сделаем, все остальное потеряет просто смысл. Поэтому в первую очередь будем делать это. Дальше я не исключаю, что действительно надо подумать, когда мы новые пути проложим, модернизируем, огородить их вот такой защитой, чтобы не заскакивали, не заезжали на рельсовый путь. Кстати, сегодня уже, если мы возьмем проспект Дзержинского, то там значительная часть, от ДК Чкалова и далее до поворота, там сделан вот этот вот такой приступочек, и там просто знаки стоят, запрещен заезд на трамвайный путь. И трамваи там ходят без всяких помех. То есть такие примеры у нас уже тоже есть. У нас есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Радмир Даутов. Проживаю я в Кировском районе, города Новосибирска. Проживаю в садовом некоммерческом товариществе «Ветеран-3». Другого жилья не имею. У нас здесь прописка есть, вода городская. Вот вопрос в том, как провести нам газификацию для улучшения своего жилья. Есть какая-нибудь государственная поддержка? И если есть, то кому можно обратиться? Ну, прежде всего, я вам рекомендую обратиться в Кировскую администрацию. Обратитесь, составьте разговор, какие планы, какие у вас предложения существуют. Потому что, ну, садовое общество – это садовое общество. Оно и регулируется особо, и там особое отношение. Правда, ну, вы перевели это в рамки жилья, и дачная амнистия позволяет это сделать. Но чтобы дальше заниматься благоустройством в садовом обществе, ну, муниципалитета, тут полномочия ограничены. Прежде всего, это задача самого садового общества. У него есть для этого полномочия, есть, выделяются, вы собирают наверняка с вас взносы, куда они тратятся. Но я рекомендую вам поговорить с Кировской администрацией, с тем, чтобы они помогли вам наладить диалог, если какие-то трудности есть внутри вашего садового общества, то провести собрание, построить планы. Ну, а дальше совместными усилиями заниматься в создании более комфортных условий для проживания. Антон Евгеньевич, наш час уже пролетел, поэтому остается буквально минута для того, чтобы заключительное слово от вас услышать. Ну, я хочу напомнить, что у нас весна, у нас отличное настроение, думаю, что улучшается, увеличивается день солнечных, все дни солнечные, солнышко припекает. Но при этом создаются определенные и риски возникают. Но прежде всего, это образование наледи. Меня упрекают часто, говорят, справедливо упрекаете, говорите, что вот наледь образуется постоянно на тротуаре, ну, действительно течет, течет, водичка, сугробы тают. Поэтому мы стараемся и посыпать песком, и убирать, где-то не успеваем, уж вы нас за это, ну, по крайней мере, извините, я приношу извинения за это. Но самое главное, берегите себя, будьте аккуратны на дорогах, обращайте внимание на запретительные знаки, которым мы ограждаем здания, к которым подходить нельзя, если там лента, есть опасность хода снега, сосулек сверху. Одним словом, берегите себя и жду от вас новых вопросов, предложений для того, чтобы заниматься дальнейшим благоустройством нашего любимого города Новосибирска. Это была программа «Мэр отвечает». Все вопросы, которые мы не успели сегодня разобрать, обязательно передам Анатолию Евгеньевичу. Следующий выпуск слушайте через месяц на FM 101.4. До встречи на городской волне. В студии работали Иван Проскурин, на вопросы отвечал мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова